Всем привет! Это Лиза Краснова, голос из дна. И это все потому, что сегодня я снимаю рубрику Днище, то есть показываю вам все свои пустые банки. Я немного приболела, поэтому вот такое вот гнусавое звучание будет сопровождать вас на протяжении всего видео. Так что, если вам изначально неприятно, пожалуйста, выключайте, не пишите мне в комментариях, что у меня ужасный голос. Я спасибо без вас и так это все прекрасно знаю. Начну с того, что лежит на поверхности, а именно сразу трех пустых шампуней. Сухих. Трех сухих пустых шампуней. Нет, трех сухих пустых шампуней. У меня не только голос, но еще и замедленная интеллектуальная деятельность. Два моих самых любимых на свете, о которых я говорила, наверное, уже миллион раз. Мне кажется, скоро пора переименовать канал уже на Лиза Кларан Краснова, потому что в каждом, по-моему, видео есть эти средства. Мои любимые сухие шампуни, я их обожаю, они для меня самые лучшие, дают объем, не дают белой муки под пальцами. Короче, работают на ура, просто my love, my love. Еще мне очень понравился сухой шампунь от Калистар. Это на линка, он только в этом году вышел, но он стоит существенно дороже, чем Кларан. По действию он такой же классный лично для меня. Он дает супер клевый объем. Вот именно такой голливудский, когда вот если, допустим, укладка на второй день уже не очень свежая, то этот шампунь просто на ура возвращает весь этот объем, все на свои места. Вот мне кажется, на повседневной основе я бы пользовалась этим средством, а если вдруг что-то такое экстраординарное случилось, и нужно срочно-срочно восстановить укладку, то это был бы вот Калистар. Но я не думаю, что я буду изменять этим своим любимцам. Короче, я очень много сухого шампуня использую, да, но сорян. Я закончила, наконец-то, двухфазную смывку для макияжа от Avon. Она великолепная. Я вам показывала ее в фаворитах лета, потому что я все лето пользовалась ей. Она настолько приятная, что летом вообще не вызывала ощущения дополнительной жирности на лице. Короче, все очень здорово. Вот так выглядит баночка. Внутри эффект. Двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Но я смывала и макияж со всего лица. Да, я вообще за универсальные средства. Не думаю, что она как-то пагубно могла повлиять на остальную кожу, потому что кожа на глазах самая нежная. Поэтому, в принципе, если для нее применима, то и для всех остальных хороша. Очень легко, быстро справляется со всем макияжем. Пожалуй, это одна из самых лучших двухфазных смывок, которые у меня были. Если не самая лучшая. По мягкости воздействия и эффективности снятия макияжа. Когда я пришла в магазин и увидела, сколько стоит закончившийся у меня гель для душа от Ayrs, у меня случился микроинфаркт. Вот этот вот бутылек, он стоит примерно 20 баксов. Ну, то есть, чтобы я в трезвом рассудке по теперешнему курсу купила что-то за такие деньги. Не знаю, это может быть максимум свитер на распродаже в Zara, а не гель для душа. Короче, это классный гель для душа. Он всем, типа, хорош, вкусно пахнет, такой весь органический. Он еще и, по-моему, из Голливуда или откуда. А, он с Майами сольки. Значит, все с ним хорошо, кроме цены. Закончился также у меня скраб для тела от The Body Shop из серии Pini T'Acalada. Он такой чистенький, на самом деле только потому, что я помыла баночку, потому что иначе его невозможно было бы показать, она была бы вся такая в этом продукте. Офигенный аромат, просто великолепный, сногсшибательный. Как скрабирующий эффект от этого скраба, ну, минимальный, потому что очень нежный скраб. Он находится в такой кремово-желейной консистенции, и он, ну, как-то очень слабо скрабирует. Но если у вас какая-то кожа очень чувствительная, либо склонна к раздражениям, то, конечно, вот такой нежности скраб будет для вас очень удобен. Классный аромат. В принципе, я наносила его на сухое тело и сухими руками растирала по коже, тогда он давал вот тот эффект нормального скраба, который я хотела. Но если наносить просто на влажное тело влажными руками, то, в принципе, это будет просто легкое такое самопоглаживание. В принципе, вообще скраб для этого, мне кажется, не нужен. В остальном я бы снова этот продукт повторила. Классный аромат мне очень понравился, особенно вот этим своим летним таким будоражащим ароматом. Но у нас за бодишоп не представлено в Украине марка, поэтому не знаю. Когда доберусь, тогда, возможно, повторю. Наконец-то закончился у меня бальзам для губ от Carmex, которым я пользовалась, но чтобы не соврать, года три точно. Причем он у меня стоял вот в этой белой тумбочке. Я им пользовалась. Перед тем, как наносить макияж, я его наносила, вот там делала всякий остальной макияж, а потом уже красила губы. Я обожаю бальзамы Carmex. Для меня лучше, чем они ничего нет. Если вот мы говорим там EOS, Dr. Popao, все вот это остальное. Carmex самый классный для меня. Я не знаю, в принципе, что можно про него сказать. Он хорошо увлажняет, заживляет, смягчает, защищает от ветра. В общем, делает все, что только можно. Но вот тут еще остался как бы немного бальзам. Но я просто ногтями вот это вот на самом деле остриет. Фу, противно, мерзко. Буду выбрасывать. Тем более уже сколько можно. Я когда прикинула в голове, сколько я им пользовалась, я подумала, что лучше уже его выкинуть. Также бальзам для губ, который я выкидываю, это Moan. Я, по-моему, вам про него рассказывала. Но я его выбрасываю. Он у меня еще практически полный. Он прогор. Он просто испортился и штняет так, что... Фу. Даже вот открыв его просто сейчас для видео. Но он был прикольный. Он классно, кстати, заживлял всякие укусы, ранки. Вот он в качестве такого спасательного средства. Вот типа как спасатель, если ты там айс. Вот так же этот Moan. Он хорошо работал. Но я не смогла прям на супер 100-500% оценить его эффективность. Потому что он просто испортился раньше, чем я к нему приступила. Хотя я собиралась им пользоваться вот именно осенью. Но он пролежал, получается, лето и в мэр. Так что, ну не знаю. Не знаю. Я вот поэтому не люблю органические продукты. Потому что при количестве косметики, которая есть, ну ты не можешь чисто физически использовать все эти средства. А они берут и портятся. Наконец-то я закончила крем от Kiehl's, который должен бороться с всякими воспалениями. И, в общем, он для кожи склонный к акне и всем остальным таким неприятностям. Он содержит салициловую кислоту и экстракт какой-то корицы. И еще корень имбиря. Ну, хорошая была штучка. Она, в принципе, работала, делала, что надо. Хотя мне могла подсушивать кожу. Собственно, мне вообще все штуки салициловой кислотой сильно подсушивают кожу. Поэтому я ими обычно, если и пользуюсь, то либо, когда очень-очень нужно, я пользуюсь каждый день. А либо просто в качестве поддержания эффекта, там, например, раз в три дня. Так обычно я пользуюсь увлажняющим кремом на ночь. Либо же могу просто смешивать увлажняющий крем вот такими-то такими штуками вместе на лицо. Потому что просто, как самостоятельный продукт, вот эти вот средства мне высушивают кожу. Но сразу скажу, что у The Body Shop есть мой любимый продукт с маслом чайного дерева, который называется... Такой вот он зелененький. Ну, в общем, Ти-3 серия. Я ее обожаю. Стоит на порядок дешевле, чем Киллс. И работает для меня даже лучше. Потому что у меня есть умывалка из этой, вот пенка для умывания из этой серии. Вот закончился у меня этот ночной лосьон. И еще у меня стоит просто масло чайного дерева, которое теперь я просто добавляю в крем и использую, если вдруг мне очень нужно. Вот это просто моя самая любимая серия на свете. Если бы у меня спросили, какая самая любимая линейка у The Body Shop, это было бы вот чайное дерево. Обожаю. И запах. Я так люблю запах чайного дерева. Я, наверное, какой-то фрик, потому что обычно у людей он вызывает какие-то приступы. Я его люблю. Хотела вам показать маску от Garnier, которая тканевая. Это их новинка. Она вышла только в этом году. Ну, буквально пару месяцев назад, может быть. Прикольная была. Это увлажнение и свежесть. Увлажняющая, ощущающая маска. Она, кстати, очень хорошо сняла воспаление. Ну, у меня была такая усталая кожа, в общем, после какого-то путешествия куда-то. Причем, что она вообще не высушивает кожу. Она вот как-то снимает воспаление и реально ее напитывает. Она очень приятная. Хорошо пахнет. Сейчас тут у меня еще есть что понюхать, мне кажется, даже. Я вообще люблю все нюхать. Я не знаю, зачем, но когда я показываю пустые банки, я всегда все нюхаю. Вот мне кажется, как будто бы от запаха сразу воспоминания какие-то появляются, и ты можешь вспомнить, как на тебе работал этот продукт. Что самое главное, в ней столько много продуктов, вот они прям не пожалели его. И обязательно, когда вы будете ее наносить, тут вот есть инструкция, знаете, на обратной стороне, ознакомьтесь с ней. На этой маске есть защитная пленка. Вообще непонятно мне, зачем они ее сделали. Но я даже спрашивала, мне объяснили, но я все равно не поняла, почему, поэтому даже не буду вам пересказывать. Эта маска очень хорошо работает. Снимайте защитную пленку, пользуйтесь, классная. Мне кажется, что они суперовые, но я бы предпочла пользоваться ими курсом. Типа не так просто одну маску раз в месяц, никакого эффекта не будет. А именно, там, не знаю, раз в неделю делать какую-то из этих масок. Там их, кстати, три в серии. Там сияние, что увлажнение и что еще? Я не помню. У меня еще две лежат там в шкафу, я потом, когда им пользуюсь, расскажу. Закончилась у меня моя самая любимая тушь на свете, эффект миллиона ресниц. So Couture от L'Oreal. Наверное, это пятая моя тушь уже. Я ее обожаю. Она самая-самая-самая лучшая на свете. Это термотушь. Она смывается горячей водичкой, либо же просто мицеряркой. Очень классная. Она даже пахнет вкусно. Ну, что я могу о ней сказать. Она не отпечатывается, не растекается. Все, кому я ее рекомендовала, в дичайшем от нее восторге. Она дает просто вот такие на ресницы с первого применения. Также еще одна тушь, которая была у меня фаворитом этого леса. Тушь от Rimmel Volume Colorist. У нее такая классная щетка. Она давала очень хороший натуральный, естественный эффект такой. Она также заявлена как тушь с закрашивающим эффектом. И да, в ней содержится тинт. И ресницы действительно становились темнее. Но для меня, как для блондинки, это приятный бонус. Единственный косяк в ней, это то, что она не водостойкая. Для меня это очень важно. То есть, она не водостойкая и не водоустойчивая. Малейшая влажность и все. И она сразу течет на вас. Поэтому, если, в принципе, вы там где-то коленкой ударились, вам стало больно и у вас выступила слезка. Все, прощайте макияж сразу же. С вот этой соу-культюр вообще ничего не происходит. Если вы будете умываться даже холодной водой или плавать в бассейне, она не облезет. Только от теплой воды. Мой любимый, пожалуй, консилер от NYX. Но вот сейчас вы вообще не поймете, что это такое. Потому что с ним все облезло. Я не знаю, как можно делать такую упаковку, с которой все облазит. Еще она у меня развалилась. Но консилер офигенный. Он очень плотный. При этом он очень легкий. Его можно наносить под глаза. Он ничего не сушит. Он хорошо перекрывает всякие воспаления, покраснения. Он довольно плотный. И еще, если у вас есть, что странно, кожа под глазами, он не сушит. Мне. Но если есть какое-то воспаление, например, когда вы его наносите на это воспаление, оно его как-то подсушивает. Я не знаю, это какая-то магия. Замечательный консилер. Когда у меня закончится тот, которым я пользуюсь сейчас, я обязательно куплю еще один. Утречка, которая лежала у меня в сумочке. Она у меня вот прям совсем. Она была очень клевая. Но я не пользовалась на ежедневной основе. Я именно наносила ее как в качестве пудры, которой я там дополнительно пользовалась в течение дня. Больше года она у меня побыла. Я ее очень любила. В принципе, в те моменты, когда мне нужно было просто куда-то ехать, я не брала никакую другую пудру. Брала эту. Она очень круто монтировала кожу. Ну, прям очень круто. И я всегда обычно наносила тональный крем, а сверху закрепляла вот этой пудрой. Это было просто что-то суперовое. Классный матовый финиш такой держался. Не было эффекта вот этого пирога, если вы наносите первый раз. Но потом, если в течение дня вы этой же пудрой подправляете макияж, то, конечно, могло наслаиваться, и уже выглядело не очень красиво. Но если вам нужно куда-то идти, например, на вечер, вот пользуйтесь этой пудрой. И просто супер. Выкидываю одну из самых своих любимых кисточки для макияжа. Это Real Techniques Buffing Brush. Она у меня во время стирки сошла с ума, вся разлезлась. Я ее так, как смогла, запихала обратно, но она потеряла всю свою форму, и я ее выбрасываю. Она замечательная, я ее обожаю. Сейчас такой кисти больше нет, они ее не выпускают. Они перевыпустили какую-то другую, немножко другой формы. Вот я ее заказала, как раз сейчас потестирую, посмотрю, расскажу потом. Но вот эта Buffing Brush просто была замечательной, идеально ровно наносила тон, прям не придраться ни к чему. Жалко, что она у меня уже померла, хотя она отслужила у меня года 4, наверное, так что я ей прощаю. Вот и все. Это были все мои пустые баночки. Я надеюсь, что вы не сильно страдали там от моего гнусавого голоса. Расскажите, что закончилось у вас в этом месяце. Было ли это видео для вас интересным и полезным? Если да, поддержите его пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Кстати, я сейчас, вот на мне весь макияж сделан новинками MAC. Если вам интересно, я сниму про них видео, потому что они уже прилично подюзаны. И я боюсь, что как бы они уже не перешли в разряд пустых баночек вскоре. Вот, все. Спасибо вам большое. Пожалуйста, не болейте, будьте здоровы. И пейте горячий чаек с лимончиком. Все, пока.